В Люберецком дворце культуры завершился ежегодный хоровой фестиваль «Звонкие голоса». Учащиеся музыкальных школ со всего округа приехали побороться за звание лучшего хорового коллектива. Кстати, музыку для всех песен, которые исполняли ребята, написал люберецкий композитор Владимир Беляев. Хоровой фестиваль «Звонкие голоса» объединяет подопечных музыкальных школ со всего округа. В этом году конкурс охватил более 500 детей от 7 до 17 лет. На сцене Люберецкого дворца культуры выступили 13 коллективов. Открыл концерт «Сводный окружной хор». Фестиваль проходит ежегодно, но в этот раз организаторы обозначили единую тематику для участников. Музыку ко всем песням написал люберчанин, композитор Владимир Беляев. Он также является почетным членом жюри. У нас дети умеют петь и поют очень хорошо. Ну, а оценивать всегда можно по уровню детской подготовки. Ну, и мы никогда не судим строго. Культура хорового пения в Люберецком округе только развивается. В окружной администрации отметили важность этого процесса. Очень здорово, что у нас в округе есть такой фестиваль, потому что хоровое пение – это особый такой вид музыкального творчества. И не такой уж и простой. Хор – это особый вид пения. Он учит детей сотрудничеству и компромиссу. Задача фестиваля – объединить всех поющих. Это очень важно, когда вот такие вот певческие мероприятия. Потому что хор – это огромное средство, объединяющее прежде всего, и воспитывающее, средство воспитания наших детей. Как счастлив я, что есть на свете вечная земля! Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры сделал DimaTorzok